Летняя оздоровительная кампания продолжается, однако в этом году из-за риска распространения коронавируса введен ряд ограничений. В настоящий момент в лагере «Юнармеец» отдыхают порядка 250 ребят, желающих провести несколько недель в экологически чистом районе Подмосковья, где созданы все условия для безопасного нахождения ребенка, было гораздо больше, но введенные правила позволяют проводить 75-процентный набор от общего количества мест в лагере. Кроме того, из-за риска распространения коронавирусной инфекции отменены родительские дни. Не видеться с родными в течение нескольких недель особенно трудно самым юным гостям, а потому педагоги и вожатые «Юнармейца» стараются уделить как можно больше внимания каждому ребенку. Мы находим какую-то индивидуальность в ребенке, чтобы ребенка отвлечь от того, что нет мамы. Разрешили привозить вещи, потому что, опять же повторюсь, малыши, скажем так, им сложно постирать что-то, и поэтому родители сейчас могут забрать грязные вещи, привезти чистые. К сожалению, до сих пор запрещены продукты, особенно скороподчицы. Они были всегда запрещены, сейчас этому еще жестче уделяется внимание. Санитарным нормативам уделяется большое внимание сотрудникам и отдыхающим. Ежедневно измеряется температура, помещения оборудованы специальными приборами рециркуляции воздуха, а также установлены антисептики в корпусах, имеются средства индивидуальной защиты. Кроме того, особые правила существуют для сотрудников лагеря и вожатых, которые проводят смену. Наши сотрудники, они заезжают заблагодеменно, они сдают тест на анализ, проходят медосмотр. После того, как они к нам уже заехали, наши сотрудники не могут выехать. Всего же за лето юнармеец планирует провести четыре смены. За три месяца в лагере отдохнут порядка тысячи ребят. Задачей руководства по-прежнему остается сделать все, чтобы отдых школьников проходил в комфортных и безопасных условиях. Узнать же о том, как будет устроен досуг для ребенка в течение смены и получить ответ на интересующие вопросы родители могут на сайте лагеря. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.